Всем привет, друзья! С вами Снежана Никольская, эксперт по международному образованию. В этом видео я вам расскажу про школу Boarding, школу с проживанием Xenion Boarding School на Кипре. Школа предлагает британские программы образования A-Levels и широко известна на Кипре отличными результатами своих студентов на экзаменах. Когда я приезжала на Кипр, то в первую очередь я приехала в Паралимень, это городочек очень красивый, где находится собственная школа Xenion, и я никому не сказала, да, руководству школы, что я тут, и просто зашла во внутренний дворик и стала гулять среди студентов. Студенты ходят в форме. И вот первое, что бросилось в глаза, что там были студенты очень разного возраста, потому что это и дневная школа, и школа Boarding, все вместе. Дети подбегали к своим учителям или тренерам по спорту и обнимали их, все общались по именам, очень дружелюбная атмосфера. Я так села на лавочку и просто наблюдала за какой-то школой моей мечты. Где она? Где она была, когда я была маленькой? Сама школа очень уютная. Там здания так расположены вокруг красивой площадки, где много деревьев, такой парк. Зоны для спорта, а сам непосредственно кампус, где студенты живут, находится через дорогу. Кампус совершенно новый. Когда я туда приезжала, там было два здания, вот с таким, знаете, свежим запахом ремонта. Вот так вот выглядит вход в резиденцию. У нас совсем новая, ее только вот недавно закончили. Здесь живет всегда человек 24 часа в сутки, который помогает студентам по любым вопросам. Все идеально чистое. На каждом этаже у них проживает человек, который... Так, еще раз, Держана, соберись. А у нас будет как-то заставка? В каждом здании у них проживает постоянно воспитатель. Он там живет 24 на 7 и помогает студентам в решении любых их вопросов и задач. Мне тут подсказывает, что это называется вахтерша. Нет, это не вахтерша, это скорее воспитатель. Человек, который проводит время 24 на 7 со студентами, кто приехал в школу с проживанием за границей. То есть он такой самый первый важный друг студентов, который помогает им во всем. Иностранные студенты могут воспользоваться опцией в School Immersion Program. С 10 лет можно приехать в школу на один триместр. На 3 месяца отучиться там, пожить на полном пансионе, почувствовать, как это проживать в школе-бординге за рубежом и в дальнейшем уже решить для себя, поступать туда на постоянную основу или нет. Дополнительно в школе организовано кураторство. Когда ребенок приезжает, за ним закрепляет какого-нибудь другого ребенка из более старшего класса, который помогает ему социализироваться и адаптироваться. Новый кампус школы открылся в 2020 году и включает в себя библиотеку, 4 научные лаборатории по IT, биологии, физике и химии, театр и кинотеатр, бассейн, тренажерный зал, теннисный корт, площадки для баскетбола и волейбола. Помимо обучения основным предметом, в школе проводится очень много вне классных занятий, боулинг, пляжные игры, катание на лодках, футбол, мини-гольф, пейнтбол, скалолазание, сафари, картинг, верховая езда, фергурное катание, шахматы, кулинария, походы, стрельба из лука, киноклуб, катание на каноа, фитнес и танцы. Школа предлагает студентам три опции по бордингу, то есть проживанию. Можно проживать там круглый год, можно проживать только по будням, с понедельника по пятницу, выходные проводить с родителями, если они живут на Кипре, либо просто приезжать туда в дневную школу. Дети проживают в комнатах по одному или два человека, есть отдельные этажи для мальчиков и девочек. В комнатах для детей есть все для комфортного проживания, душ, кухонный уголок, столы, где сделать домашнюю работу, они могут украшать комнату по своему желанию, а также там, конечно же, есть кондиционеры и высокоскоростной Wi-Fi. Вещи можно постирать самостоятельно погладить, либо отнести их в прачечную на территории, а раз в неделю в школе проводится генеральная уборка всех комнат и общих помещений. Питание организовано в кампусе школы, внутри все здания окружают эту красивую площадку, как я уже рассказывала, с деревьями, с лавочками. Там же есть отдельное здание, где студенты завтракают, обедают и ужинают, там готовят горячие обеды, студенты приходят и забирают такие коробочки. Я сама приходила туда на ланч, все попробовала, питание было здоровым. Я как настоящий студент в школе Ксении, он взяла себе ланчик, рыба, рис, овощи, пахнет вкусно, ну и кофе, конечно, куда же без него. Рис, мясо, рыба, салаты, ребенок может выбрать сам, что он хочет, но там есть и опция бургеров с картошкой, конечно. Я сама мама двух детей, я знаю, что они выберут, конечно же, бургеры. Питание организовано в кафе на кампусе, но также есть и общие кухни, где студенты могут принести свои продукты, приготовить что-то самостоятельно и потом сесть совместно с другими ребятами, поделиться тем, что они приготовили и пообщаться. Очень важный вопрос для всех родителей, которые отправляют своих детей учиться за границу с проживанием – безопасность. В школе Ксении организована круглосуточная охрана, видеонаблюдение, и постоянно проживающие на территории кампусов, управляющие, готовые помочь ребенку по любым вопросам круглосуточно. Ксении boarding school гордится результатами своих студентов. Там огромное внимание уделяется их академическим навыкам и успехам. Многие студенты поступили в топовые вузы мира, а также в Оксфорд и Кембридж. Смотрите, средняя цена на школу boarding с проживанием 23-26 тысяч евро. У меня тут есть доллары, дирхамы, рубли, понимаете, у меня все валюты, фунты, вот я же запуталась, что на Кипре евро, правильно? Там же еще не изобрели новой валюты кипрской. Перезаписываем. Теперь переходим к самым важным вопросам. Первое – это цена. Конечно, в среднем 23-26 тысяч евро в год. Зависит от того, в какой класс попадет ребенок, какой у него возраст, какие знания английского, нужно ли дополнительно давать English support, то есть английскую поддержку во время обучения. Второе – как мы туда зачисляемся? Та же самая история, как со всеми школами-бордингами. Сначала нам нужно протестировать уровень английского. Есть дополнительные тесты, которые вышли от школы, и мы поймем уровень ребенка. Затем мы пройдем интервью, где будут присутствовать родители, ребенок, представитель школы и я, если нужно переводить, помочь родителям. В дальнейшем, возможно, будет нужно пройти какой-нибудь тест на знания академические, что-то по математике и так далее. Это уже зависит от того, в какой класс мы поступаем. Ну и, конечно, нам будет нужно подать на визу. Виза. На нее нужно будет подаваться в консульстве Кипра. Все необходимые документы со школы, конечно же, вам будут предоставлены. А также мы пришли вам полный лист документов, который необходим для получения визы. В среднем этот процесс занимает около двух месяцев. В результате ребенок получит сначала Entry Permit. Это документ, который позволяет ему въехать на Кипр как студенту. А в дальнейшем школа сделает ему ID-карту Кипра. Итак, подводя итог. Xenion Boarding School на Кипре. Это школа с очень доступным бюджетом. 23-26 тысяч евро в год за полный пансион с проживанием, питанием, надзором, всеми активиями, спортивными мероприятиями. В школе очень высокий уровень безопасности. А также со студентами постоянно проживают управляющие, готовые решить вопросы 24 на 7. Процедура получения визы достаточно большая. И школа принимает огромное участие в том, чтобы студент эту визу получил. Студенты школы показывают очень хорошие результаты в обучении. Там очень много индивидуальной работы преподавателей с детьми, чтобы они получили самые высокие оценки и поступили потом в топовые вузы мира. На этом все. С вами была Снежана Никольская, эксперт по международному образованию. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился с рубежом, свяжитесь со мной. Я с радостью подскажу вам самые лучшие опции, а также все шаги для успешного поступления. Хорошего вам дня. До встречи. Пока-пока.